Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Праздник только начинается. Бобруйск отмечает 636-летие и 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Под Прохоровкой, под этим знаменем, наши бойцы громили фашистскую Германию. Где открыли игровую площадку? Сорвала антиджекпот. В Хотимске продавец похищала деньги из кассы ради ставок в онлайн-казино. Какая недостача? Классический бомбер. С нового учебного года вводится второй обязательный элемент школьной формы. Наша задача не одеть ребят одинаково, а привить чувство уважения к тому месту, куда они приходят. Что предлагает Легпром? А также энергетическая безопасность, выгодное сотрудничество и летний релакс. Иностранцы стали чаще приезжать в белорусские санатории, чем привлекают наши здравницы. Героическая история. Бобруйск отмечает 636-летие и 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Отправной точкой празднования стала Площадь Победы. Не обошлось и без доброй традиции открывать новые объекты. На Уридского появилась игровая площадка. На Максима Горького распахнул двери маркет. Обо всем по порядку Ольга Васенда. 29 июня. Судьбоносная и значимая дата для города. В этот день в далеком 44-м войска 1-го Белорусского фронта победоносно завершили Бобруйскую наступательную операцию, благодаря которой освободили территорию от немецко-фашистских захватчиков. На площади Победы руководство города, депутаты и все неравнодушные возлагают венки и цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Значимость придал возвращение в город Бобруйск знамя, боевого знамя 5-й гвардейской танковой армии, которая с боями прошла, воевала под Прохоровкой, под этим знаменем наши бойцы, громили фашистскую Германию. Боевое знамя, которого в городе не было 30 лет, передают из Национального исторического музея Беларуси. Символ воинской чести, доблести и славы займет почетное место на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка. Войска 5-й гвардейской танковой армии освобождали Бобруйск. За годы Великой Отечественной участвовали в 16 крупных сражениях и операциях. 53 солдата и офицера удостойны высокого звания Героя Советского Союза. Около 39 тысяч человек награждены орденами и медалями. В 43-м году в марте месяца 23 февраля указом Ставки Верховного Главного командования был указ о создании 5-й гвардейской танковой армии нового типа, типа наступления. То есть все на гучном ходу, все в броне. И 5-я армия – это одна из шести армий, которая непосредственно принимала самое активное участие. Позади 79 мирных лет, а эхо войны откликается до сих пор. В музее 5-й танковой армии подводят итоги городского этапа творческого конкурса «Помнить, чтить, не допустить». Тема – геноцид белорусского народа. Участие принимают 28 учреждений образования. Победители определяют в номинациях «Лучшие исследования», «Эссе» и «Видеоролик». Я изучил выборочные некоторые работы, очень понравились, интересные исследования проводились. Многих вещей даже я не знал с точки зрения того, что происходило на территории Бобруйска. В нашей школе есть экспозиция, посвященная геноциду. И на основе этой экспозиции мы сняли промо-ролик. Особенно в год мира и созидания важно освещать тему войны, чтобы люди помнили и чтили память, и знали цену мирному небуным головой. Не угасает память и о Григории Евсечике. Ветерану авиаполка Нормандии Неман открывают мемориальную доску по Пруйском лесотехническом колледже, где в свое время учился человек-легенда. Наш земляк, выдающийся спортсмен, имел множество званий и наград. За годы войны в боевых условиях совершил более 200 прыжков с парашютом. Свыше 70 раз вылетал на здание в глубокий тыл противника, чтобы доставить оружие, боеприпасы и лекарства партизанам. И печально, и радостно, что все-таки на родине его все-таки тоже будут о нем знать, помнить. Мимо столько молодежи будет проходить, все равно обращать будет внимание. Детишки оценят. На Урицкого 94Б появляется новенький игровой комплекс. Качели, горки, скалодром, карусель и главное – безопасное покрытие. Здесь же площадка для мини-футбола. Все это стало возможным благодаря усилиям Бобруйского горсполкома, депутатов и ЖКХ Ленинского района. Я здесь живу совсем близко. У нас, конечно, площадка попроще намного, но все же будет всем удобно сюда приходить, потому что эта площадка очень большая и радует то, что покрытие есть. Это здорово. На этом подарки не заканчиваются. На Максима Горького 41Т открывают долгожданный торговый центр. Тут же и пиццерия. Спрос уже с первых минут. И это неудивительно. Здесь есть все и даже больше. От бокалея и овощей до мяса и продукции собственного производства. Первое впечатление – хорошее. Спасибо городу за открытие новой короны, пиццерии в центре города. Живу в доме напротив и очень рада, что корона открылась. Там был необходим такой магазин. Впечатления, знаете, очень хорошие, потому что мы очень долго ждали. Во-первых, знаете, очень большой магазин, очень большое наличие товаров. И буду ходить сюда каждый день. Уже завтра гостей и жителей города ждет насыщенная программа. Гуляния начнутся в пять вечера на территории хоккейного клуба «Бобруйск». Праздничный концерт, выставка, ярмарка, фаер и шоу мыльных пузырей. Будут работать игровые и тематические площадки, а также торговые ряды. Развлечение найдется для каждого. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чещерин, Бобруйск, 360. Карманных дел мастер. В Хотимске продавец магазина похищала деньги из кассы ради ставок в онлайн-казино. Недостача около 14 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, на счет похитительницы регулярно поступали крупные суммы денег, которые значительно превышали зарплату. Оказалось, женщина почти два месяца сдавала в банк ежедневную выручку лишь частично. Все остальное тратила на просторах интернета. В отношении 37-летней фигурантки возбуждено уголовное дело. Мирный атом, умное приложение и социальные выплаты в Беларуси обеспечат дальнейший рост пенсии. Сколько выделят из бюджета? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь наращивает сотрудничество с Китаем. Товарооборот между странами по итогам 2022-го увеличился на 33% и достиг 5 миллиардов 800 миллионов долларов. При этом импорт в КНР вырос более чем на две трети. Наибольшим спросом в Поднебесной пользуются калийные удобрения, лесоматериалы и продукты питания. Отработанное ядерное топливо с БелАЭС будет храниться в бассейнах выдержки на площадке станции. Затем его отправят на переработку в Россию. Первую партию сформируют в 2032-м. После материалы вернутся обратно в республику. Такое решение принято, исходя из результатов проведенных исследований и оценок безопасности. В Беларуси увеличатся пенсии. На их выплату направляется около 77% расходов бюджета Фонда соцзащиты населения. По итогам 2022-го на эти цели было израсходовано 16 миллиардов 200 миллионов. В этом году планируется на 2 миллиарда больше. Разрабатывается календарный план повышения. Более 280 тысяч белорусов подключились к мобильному приложению ФСЗН. Это отличный инструмент информационной поддержки. Плюс возможность контролировать, в полном ли объеме уплачиваются работодателям взносы в бюджет фонда. Также с помощью программы можно рассчитать страховой стаж. В стране вырос спрос на санаторно-курортный отдых. Только в первом квартале наши здравницы посетили 38 тысяч зарубежных гостей, из которых абсолютное большинство – россияне. Иностранцев привлекает высокое качество услуг и демократичные цены. Ожидается, что в летние месяцы заполняемость учреждений будет выше 95%. В новом образе сентября в Беларуси вводят второй обязательный элемент школьной формы. Решения о том, что это будет и где его приобрести, Дети должны приниматься с учетом интересов учащихся и их родителей. Могут быть как рынки, розничные магазины, так и ателье, в которых производится пошив на заказ. Определиться нужно до 1 августа. Например, в третьей гимназии в прошлом году выбор сделали в пользу галстуков. Совместно с дизайнерами разработали несколько видов. Наша задача не одеть ребят одинаково, а привить чувство уважения к тому месту, куда они приходят. Поэтому мы детей наших не ограничиваем в едином школьном элементе. Для девушек это от юбки до сарафана платья. Для ребят это от костюма до какого-то современного, модного, но в то же время классического бомбера. К новому учебному году предприятия Белликпрома произведут более 1,2 млн изделий для школьников, как деловой одежды, так и обуви. Ассортимент обновят на 70%. Цены вырастут ориентировочно на 7%. Это связано с изменением логистики, а также повышением стоимости сырья и комплектующих материалов. Приятного аппетита! В Бобруйске пройдет благотворительная акция «Запрошаем смач на ести». Фестиваль еды порадут горожан 1 июля в 13 часов. Возле Бобруйск Кореи на предприятии развернут палатки с угощениями. В каждой гостям предложат продегустировать блюда традиционные белорусские и кухонь народов мира. В меню от холодника и драников до блинчиков и пирогов. Фудсвешмоб обещает быть весьма разнообразным. Все вырученные средства пойдут на добрые дела. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!